Разговор по душам. В ВЦБ прошла встреча с молодыми специалистами. Очень рада здесь находиться. О чем беседовали? Мозговой штурм. Новая схема мошенничества набирает обороты. Для подтверждения полномочий может прислать фотографию удостоверения. Как работает ловушка? Праздник в городе. В Бобруйск с гастролями приехал цирк Шапито 13 метров. Этот продукт еще не видел белорусский зритель. Что в программе? А также персональный ассистент, активная уборочная и четкий маршрут. Министерство образования не планирует менять правила приема в вузы в следующем учебном году. В чем плюс инноваций 2024-го? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел заседание Совета министра внутренних дел стран СНГ. Юбилейная 50-я встреча, как и первая в 92-м, снова прошла в Минске. Активизация совместных усилий для обеспечения безопасности и охраны порядка стала основной темой во Дворце независимости. Поднимая вопрос взаимодействия ведомств-участников Содружества, белорусский лидер отметил необходимость стоять бок о бок во время гибридной войны, обмениваться опытом и углубляться в интеграцию правоохранительных органов в период возникновения новых форм киберпреступности. За годы совместной работы мы не раз убеждались, только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным, а также внутренним угрозам. Потому что рядом друзья, соратники, которые всегда подставят плечо. Вот со стороны Беларуси вы получите только это. Мы всегда будем, насколько возможно и невозможно, поддерживать и сотрудничать со всеми вами. И не надо думать, что государство поменьше, оно меньше может сделать для другого государства. Ничего подобного. Если есть желание, мы друг другу можем здорово помочь и подставив свое плечо, серьезно помочь в очень сложных ситуациях. Также глава государства отметил, одна из важнейших задач для органов внутренних дел на пространстве СНГ – борьба с терроризмом. В МВД все, от участкового до министра, обладают полными сведениями об оперативной обстановке в Беларуси. Поэтому от их работы и грамотных действий очень многое зависит в любой стране. Александр Лукашенко подчеркнул, эффективное противостояние этому злу требует комплексного подхода, который включает политические, социальные, экономические меры, развитие международного сотрудничества, обмен информацией. Новая тактика. Набирает обороты мошенничество по схеме фейкбосс. На чеку надо быть работником организаций. Виртуальные мошенники ради схемы обмана изучают чаты трудовых коллективов, собирают информацию об учреждениях и руководителях. Далее создают фейковые аккаунты и начинают онлайн-диалог с сотрудниками. Для убедительности отправляют голосовые сообщения, которые создают с помощью искусственного интеллекта. Такие мнимые боссы предупреждают о предстоящем разговоре с якобы сотрудниками правоохранительных, контролирующих и иных госорганов. Это посредством мессенджера якобы компетентное должностное лицо, которое для подтверждения полномочий может прислать фотографии удостоверения или копии каких-либо служебных документов, на самом деле не соответствующих действительности. В ходе такого общения и переписки преступники под различными предлогами склоняют потерпевшего к сообщению реквизитов доступа к банковским счетам, перечислению денежных средств на подконтрольные им расчетные счета или передачи денег курьерам. Под угрозой виртуального обмана чаще всего работники сфер образования и здравоохранения. Среди пострадавших есть и сотрудники предприятий агропромышленного комплекса и продовольствия. Подготовка к зиме, переработка леса и персональный ассистент. В территориальных центрах социального обслуживания населения появилась новая услуга. В чем суть? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси собрали более 6,5 тонн зерна с учетом РАПСа. Уборочная в самом разгаре. К слову, в Федерации профсоюзов страны работает горячая линия для аграриев. Каждое обращение оперативно отрабатывается. Своевременные выезды на места, изучение ситуации, проверка соответствующих документов, общение с работниками. Звонки принимаются ежедневно с 8.30 до 22. В территориальных центрах социального обслуживания населения по всей стране появилась новая услуга – персональный ассистент. Специалист может сопровождать в поликлинику службу занятости на выставку и другие места. Также он поможет в составлении резюме, поиске необходимой информации и заполнении документов. Воспользоваться сервисом можно от 20 до 60 часов в месяц. Длительность зависит от степени нарушений здоровья человека, а также от совместного либо раздельного его проживания с родственниками. Министерство образования не планирует менять правила приема в вузы в следующем учебном году. В 2024-м ключевой новацией было проведение ЦЭ и ЦТ в единые сроки. Кроме того, наряду с информацией о результатах абитуриентам была предоставлена возможность ознакомиться со скан-копиями их работ в личных кабинетах. К слову, 100 баллов получили 695 человек, на 100 больше, чем в 2023-м. Паспорта готовности к отопительному сезону получили 40% потребителей тепловой энергии. Регистрация проходит во всех регионах страны согласно срокам, установленным местными исполнительными и распорядительными органами. Особое внимание уделяется качеству работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене теплоустановок, трубопроводов, сетей, внутренних систем теплопотребления, а также техническому состоянию внутренних и внешних инженерных коммуникаций и другого оборудования. Поваленный ураганом лес будет переработан. Перед работниками хозяйств стоит серьезная задача – в кратчайшие сроки разработать участки и сохранить технические качества древесины. Весь объем будет использован в промышленном производстве. Сейчас усилия направлены на оперативность, чтобы предотвратить порчу сырья из-за дождей и жары. Медицинский десант в Бобруйской центральной больнице прошла встреча с молодыми специалистами. В этом году в учреждение здравоохранения города прибыло 85 молодых специалистов. Из них 27 врачей, 58 младших медработников, 19 новых сотрудников – иногородние. С приветственным словом к тем, кто только начинает свой путь по карьерной лестнице, обратился заместитель председателя Бобруйского горисполкома. Владимир Книга подчеркнул, руководство города открыто для диалога. Представители профсоюзной организации, управления жилищно-коммунального хозяйства, Беларусьбанка рассказали об условиях и льготах. По-семейному такая добрая, атмосфера такая, скажем так, конструктивная. Мы рассказали ребятам о том, что их ждет, рассказали о городе, о тех возможностях, которые представляет город, различные службы и по строительству, и получение арендного жилья, и по кредитованию. Поэтому я думаю, что ребята, я видел в их глазах интерес. Я думаю, все у них получится. Очень рада здесь находиться. Спасибо большое нашим руководителям местным на базах. Спасибо большое администрации города, которая уделила время нам. Как молодым специалистам мы только пришли на рабочие места. Очень много полезной информации. Была рада услышать, что все было донесено в доступной форме и в дружелюбной, позитивной обстановке со старшими коллегами. Парни и девушки получили развернутые ответы на все вопросы. Такие встречи подтверждают готовность администрации Бобруйска, заботятся о молодых сотрудниках. В городе создаются все условия и для плодотворной работы, и для комфортного проживания. Объяснить все тонкости, протянуть руку помощи – приоритетная задача руководства. Диалог под лупой. Республиканская акция «Шаг к успеху» заглянула в третью гимназию. Сотрудники Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз устроили увлекательное погружение в профессию. Специалисты не просто рассказали о трудовых буднях, но и представили ребятам возможность примерить роль эксперта. В познавательном арсенале специального чемодана оказалось все необходимое, чтобы вызвать интерес у современного поколения. Сегодня присутствуют ребята нашего лагеря. Это ребята 7-8 класс, как раз когда формируются уже профессиональные какие-то самоопределения, какое-то профессиональное. Я считаю, что это очень правильно. Уникальный проект воспитывает чувство гордости за Беларусь и ее достижения. Формирует мотивацию к саморазвитию и стремлению покорять новые горизонты. Своим примером профессионалы вдохновляют юных бобруйчан на выбор будущей специальности. На арене эмоций. В Бобруйск впервые с международной программой приехала цирковая компания «13 метров». Яркие номера, волшебная атмосфера и море веселья. Где развернулось фееричное представление, расскажет Роман Костюков. Кто не любит сходить в цирк? Волшебное место, где сбываются мечты и оживают фантазии. Для всех желающих появилась прекрасная возможность незабываемо провести время. 9 августа в Бобруйск приехал цирк «Шапито» 13 метров. Место встречи – городской парк. Впервые для бобруйчан гастрольное шоу станет премьерой. Блистательными представлениями артисты будут радовать вплоть до 25 августа. Сейчас в программе «Последние штрихи». Команда «Профи» выпрямляет шатер, оформляет декорации, репетирует предстоящее выступление. Это единственное самое большое шапито в Беларуси. У нас очень удобный зал, у нас очень удобный вид места. У нас большое количество дрессированных животных, а также воздушных номеров. Программа приятно удивит даже самого прихотливого зрителя. Лучшие акробаты, канатоходцы, работающие на высоте практически без страховки. Участие в шоу принимают и воздушные гимнасты, в том числе на китайском пилоне. Все самые редкие жанры в этом цирке. Конечно, гвоздь нашей программы – это аттракцион с цибетским яком. Участвует пятнистый олень, дикобразы. То есть программа очень большая. Также на нашем представлении вы можете увидеть таких нестандартных, нетрадиционных, которых люди просто не ожидают, что такие животные могут работать. Это козочки, гуси, курочки декоративные. И это так умиляет, что такие домашние питомцы могут показывать какое-то свое представление, рассказывать свою историю. Этот продукт еще не видел белорусский зритель. Это совершенно новое цирковое шоу, которое, я думаю, не оставит ни одного равнодушного зрителя, потому что здесь мы собрались в максимально цирковой жанре. Цирк – не только зрелищное шоу, но и преданность своей профессии. Многолетний труд, кропотливое совершенствование каждого номера, тренировки и дисциплина. Артисты Шепито-13 идут на все, чтобы порадовать любимого зрителя. Толстый цирковой артист. Родители цирковые. Я с детства занимался акробатикой, эквилибристикой. Работал в свободную проволоку, сейчас перешел в жанр клоунады. Ну, уже, в принципе, достаточно давно. Ну, вот работаем, развиваемся. Акробаты и жонглеры, эквилибристы и воздушные гимнасты, канатоходцы и более 30 дрессированных животных ждут именно вас. Стоимость билетов от 20 до 50 рублей. Предложение, от которого невозможно отказаться. Только 9 числа при покупке двух билетов, третий – в подарок для ребенка до 12 лет совершенно бесплатно. Детям до пяти вход свободный. Не пропустите завораживающее и яркое событие. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. То ли девушка, а то ли мужчина. Современным миром правит сумасшествие или на какое безумие готовы те, кто провалил гендерный тест? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова